Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Продолжаем тему цветокоров DaVinci Resolve и сегодня более подробно о работе с нодами. Вот у нас исходное изображение и давайте создадим вот такую конструкцию. Добавим параллельную ноду. При том, что здесь большое количество всевозможных нод, я честно говоря даже параллельными почти не пользуюсь. Хотя изначально много изучал, смотрел уроки, проходил даже отдельный курс, но потом понял, что все это от лукавого. И вам я не советую сильно уходить в изучение всевозможных приемов. Это не способствует хорошей коррекции. Но это мое мнение, его можно не разделять. И сейчас я просто покажу, как работают ноды. Вот мы накрутили синий в одной из нод. Он объединил коррекцию верхний и нижний и передал сигнал на следующую. Сигнал — это вот эти провода. Можно взять провод, выход с первой ноды и передать вот на эту, последнюю. И получится, что в коррекции участвуют только две ноды. Независимо от того, сколько их вообще тут накидано. Важно, откуда подается сигнал на выход. Если мы сделаем так, то опять же независимо от того, что на пути у сигнала есть параллельные ноды, формально это будет коррекция из трех обычных нод. Для того, чтобы параллельные заработали, вам нужно взять сигнал вот отсюда. Это, мне кажется, все, что нужно знать о принципах взаимодействия нод. Тут еще есть сигнал по альфе, то есть по прозрачности. Это синие выходы-входы. Но об этом я рассказываю чуть более подробно в скринкасте о вырезании хромаки. Ищите в плейлисте. А мы сейчас сделаем одну фичу. Вот, кстати, тут я хотел использовать параллельные ноды в коррекции, но потом передумал, просто пустил сигнал, минуя нижнюю. Ну то есть то же самое можно сделать вот так. Ну и давайте... Нет, даже не здесь, а вот здесь. Потому что тут в одной локации сняты соседние кадры, и будет проще сравнивать результат. Накрасим вот этот кадр. Вообще, наверное, я сейчас отключу, сделаю первичную цветокоррекцию, потому что это видео с Black Magic. Оно снято в условном логарифме, и чтобы не тратить время я сделаю первичную коррекцию за кадром. А вот. Так примерно выглядит кадр, если вы снимаете не в логарифме. И он вроде даже и неплох, на первый взгляд, но мы его немного облагородим. Добавляем параллельную ноду. Сначала серийную, потому что параллельную он добавит к уже существующей. И одну ноду добавим сюда. Это вообще классическая конструкция. Нода перед параллельными, если нужно что-то накрутить до, и нода после, чтобы крутить что-то после соответственно. Как работают параллельные ноды? Вы накручиваете одну из них до вот такого ужасного синего состояния. Он объединяет это со второй параллельной нодой, и выходной сигнал получается из смешивания этих двух. Вот такой ужасный выходной сигнал. Можно сказать, что мы полностью уродуем изображения, но на самом деле мы делаем одну из нод, синий и зеленый в тенях, а цвета наоборот задираем. То есть стараемся светлые области оставить максимально без изменений. О том, как работать с цветовыми кругами, я рассказывал в скринкасте об основах цветокоррекции. Ну и более подробно, надеюсь, буду рассказывать в одном из следующих скринкастов. Тех знаний, что я дал, достаточно, чтобы понять, что я сейчас делаю. А делаю я, казалось бы, ужасную вещь. Вот этот инструмент, кстати, который называется почему-то Highlight, позволяет увидеть, что происходит с изображением в каждой конкретной ноде. Очень удобно, пользуюсь постоянно. Вот что мы натворили в этой ноде. Вот в параллельной. Там ничего и вот на выходе. Кошмар, казалось бы, но у нас есть одна замечательная закладка. Key. Переводится как ключ, но я бы сказал, что это параметры прозрачности. Хотя это не совсем прозрачность. В случае с параллельными нодами это параметр смешивания. Мы уменьшаем гейн давления. Сейчас результат непонятен, потому что мы видим происходящее в данной конкретной ноде. Отключаем эту функцию и вуаля. Сейчас мы еще добавим Saturation в верхнюю ноду. И вот такой мы и получаем результат. Напомню, что пришло изображение таким. И даже казалось, что оно было вполне сносным, но добавив в тени сине-зеленого, мне кажется, мы добились куда более привлекательного результата. И все-таки резюмировать я хочу вот чем. Вообще, конечно, цвет Accor это не про технические знания, а скорее про правильный глаз. Я красил свой фильм, который, кстати, сейчас будет на R-Dog Festi в программе Среда. Следите за анонсами. Так вот, там профессиональный колорист не пользовался вообще ничем. Вот просто одна нода и цветовые круги. Все. И покрасил изумительно, при том, что исходный материал был слабый. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.